Орхидеи Орхидеи – самое молодое семейство растительного мира. Они появились на нашей планете приблизительно 25-30 миллионов лет назад, когда все современные формы растений уже приспособились к окружающему миру. Другими словами, все места уже были заняты. На Земле недавно освободившийся от вод было тесно. Тропические виды орхидей избрали свой путь и, покинув негостеприимную землю, взобрались на деревья. Орхидеи умеренной полосы страдали не столько от тесноты, сколько от недостатка внимания со стороны опылителей. Все уже было разобрано. Ярко окрашенные, пахнущие сладким нектаром цветки предназначались для пчел. Мелкие белые, собранные в соцветия, для подслеповатых жуков. Муравьям предлагали сочные и сведобные выросты на лепестках. Мух привлекал запах тухлятины, свойственный, например, боярышникам. Орхидеи были в недоумении. И эволюция свернула с проторенного пути честной борьбы за существование и направилась вместе с орхидеями по кривой дорожке обмана. Среди земноморские виды орхидей на луговых и звездковых склонах Тюрингии оказались благодаря виноградному буму. Виноградные лозы привозили из Италии и Франции в корзинах вместе с землей. А в них оказывались семена луковицы и клубни растений. Виноградный бум закончился, а орхидеи остались. И среди них офрисы. Латинское название офрис означает «бровь». Но Карл Линей, давая это название растению, имел в виду надменность и высокомерие, эдакую вздернутую бровь. Высокомерные офрисы – большие мистификаторы. Запах их цветков неразличим для человека. Они выделяют феромоны – летучие вещества, сходные по составу с секретом желез насекомых. И воздействуют тем самым на инстинкты продолжения рода потенциальных опылителей. Насекомые находят такой цветок даже в темноте, ориентируясь по запаху. К тому же цветки офрисов размером, цветом, формой и расположением пятина рисунков имитируют самок, готовых к спариванию. У цветков офрис насекомоносный, например, центральный крупный лепесток – губа – похож на тело насекомого со сложенными крыльями, блеск которых имитируют серо-голубые полоски. Боковые лепестки похожи на усики, пятна напоминают глаза. В целом, цветок удивительно удачно имитирует облик самки-насекомого. Самцы некоторых видов пчел вылетают рано весной и раньше самок. В это время зацветает офрис насекомоносная. И самцы пытаются спариться с цветками, принимая их за самок. Но это уж совершенно некрасивый обман. Самец нежно обнимает цветок, прижимается к воображаемой подруге, а вместо любви получает рога – комочки пыльцы, так называемые полинии. Они прилипают к его голове. А когда влюбленный, обескураженный неудачей пытается спариться со следующим цветком, пыльца попадает на рыльце пестика и происходит опыление. Опыление, но не спаривание. Офрис пауконосный, возможно, вызывает у пауков не только любовь, но и агрессию. Самцы, охраняя свою территорию от конкурентов, нападают на коричнево-желтые цветки офрисов, принимая их за соперников. Зрение у пауков, конечно, не слишком острое, но цветки офрис пауконосный и в самом деле похожи на пауков. И формой, и цветом, и даже волосовидными выростами, покрывающими губу. Крупный лепесток, выгнутый наподобие брюшка паука. Когда-то мама показала мне при помощи травинки, как орхидеи награждают опылителей рожками. Если заглянуть внутрь цветка, два комочка пыльцы по линии хорошо видны. И если между ними аккуратно вставить травинку, к концу травинки приклеиваются крошечные рожки. Интересно, что довольно быстро рожки изгибаются. Так что, когда насекомое перебирается на другой цветок, рожки уже смотрят не вверх, а вперед. И пыльца попадает в нужное место, на рыльце пестика. И перекрестное опыление завершается. Орхидеи не спешили раскрывать свои тайны ученым. В 1916 году француз Куян высказал сенсационное предположение о том, что цветки офрисов имитируют самых насекомых. Сведом за ним русский ботаник Борис Козаполянский обнаружил, что для привлечения опылителя имеет значение неуловимые для человека запахи. Наконец, в 1976 году швед Бертил Кулинберг окончательно сдернул покров тайны высокомерных офрисов. На Международном ботаническом конгрессе в Ленинграде он представил документальный фильм об опылении этих орхидей. На этом ботаническом конгрессе среди участников была моя мама, Галина Георгиевна Кученева. Представляю себе, с каким восторгом и замиранием сердца она смотрела этот фильм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok